Всем привет! Вчера было 8 марта. Я его отмечала как обычно, с любимым. Мы ходили, кстати, на мультик «Зверопой». Молодому человеку не очень понравился. Не нормальный мультик. «Зверополис», конечно, намного лучше был мультик, но этот тоже неплохой. И когда я ездила в Ступино, я с сестрой ходила на 50 оттенков серого, на 50 оттенков темнее. И знаете, мне вторая часть понравилась больше, чем первая. Наверное, потому что по поводу первой были отзывы такие неоднозначные. Кому-то понравилась музыка в этом фильме, сцены какие-то, как сняты. Все же такие эксперты у нас. По поводу обилия сексуальных сцен, во второй части их намного больше, и они намного более откровенные, что ли. Но какие-то моменты тупые. Тут она прям хочет все там. И через секунду у нее уже истерика, паника. Я понимаю, мы, наверное, все такие в глазах мужчин, но это уж слишком тупо. И второй фильм с сестрой, который мы посмотрели, это был «Большая стена», по-моему, или «Великая стена», что-то такое. Я очень его хотела посмотреть, и рейтинг у него изначально был не очень хороший. Но мне понравился вот качественно прорисованные эти твари, сама графика боев. Не знаю, мне очень понравилось. Я не пожалела, что на него пошла, что потратила деньги на него. Очень даже могу рекомендовать к просмотру. Было только что в галерее Чужого. Там открылся магазин NYX. Короче, вы что прикупила. И дома покажу. По поводу консилера, который я купила от NYX. Камера не совсем, конечно, это все передаст. Но сейчас вы можете наблюдать. На эту сторону я нанесла под глаз консилер. А здесь у меня ничего нет. Он мне очень подходит и нравится для того, чтобы не краситься, не красить все лицо, а нанести консилер под глаза, скрыть свои синяки, какие-то недостатки. Совсем минимально. И можно выходить на улицу. Я не комплексую по поводу где-то каких-то недостатков от прыщей. Но синяки под глазами, они придают возраста. Синяки под глазами показывают, что вы уставшая. И вид уже не тот. Поэтому по поводу синяков я больше всего всегда переживаю. И за этой областью я стараюсь больше всего ухаживать, как вы заметили. И раз мы уже заговорили о бьюти, я пользуюсь сейчас SPF защитой от Виши SPF 30. И приобрела от La Roche-Posay SPF 50. Сейчас солнце жарит вовсю и нужно защищать свою кожу. А что будет дальше, это вообще неизвестно. Поэтому я запаслась. Это нужная вещь от морщин и от всяких пятен на лице. И от веснушек тем более. Если, конечно, это не ваша изюминка. Привет! Хочу поделиться тем, что я недавно прочла. Это была книга Джона Грей «Марс и Венера. Как сохранить любовь». Я очень давно слышала об этой книге, еще живя на Украине. Мне советовал знакомый, с которым я работала вместе. Не знаю, свойственно это женщинам или нет. Но мне было всегда интересно, почему мужчина может так поступать. Почему он может так думать или что-то говорить. Мне было просто интересно мнение со стороны, но не как на свою личную проблему. И только сейчас я дошла, доросла до того, чтобы приобрести эту книгу и все-таки прочесть ее. Но сейчас меня эта тема очень поглотила. Вообще взаимоотношения мужчин и женщин. Вообще как такового человечества, да, людей. Я, соответственно, все больше и больше погружаюсь в эту тему. Но начало положено именно с этой книги. Меня уже захватило. Дальнейшие планы у меня прочесть, что такое НЛП. И дальше изучение НЛП. Углубляться я именно в это не хочу. Я хочу просто... Я знаю просто, если я начну углубляться, не факт, что мне понравится. И да, давайте уже выскажу свое мнение. Чтобы не спойлить, я скажу... Тема очень интересна. Здесь рассказывается о том, какие мужчины, какие женщины, как нам понять друг друга. Знаете, высказывания мужчин, которые говорят, что женщину не понять. Это говорят как раз-таки слабые мужчины, которые не пытались этого сделать. И то же самое женщины, которые говорят о том, что мужчину не понять. Это слабые женщины, которые не пытались также этого сделать. Я знаю, кому-то это может не понравиться, кого-то это может задеть. Но я от недавнего времени была такой же самой. Даже сейчас с прочтением данной книги я не скажу, что я супер просветилась, что я супер изменилась. Это приходит с опытом. И ты этот опыт нарабатываешь за счет своих каких-то усилий. Если ты не прилагаешь никаких усилий, то ничего не будет. И все твои прочтенные книжки просто впустую. Книга интересная по-своему. Присутствует некий сарказм и юмор. Книга, так как она написана мужчиной, и это очень заметно в самом написании книги. В некоторых моментах мне показалось, что сам автор относится предвзято и шаблонно, если так можно выразиться, именно к самим женщинам. По типу, женщинам нужно дарить цветы, они же так это любят. Но я открою тайну, не все женщины любят цветы. Не все женщины любят убивать цветы. Я, допустим, люблю цветы, но я не люблю их убивать, и поэтому в подарок мне приятно будет их принять, как и любой другой женщине. Но меня в то же время это огорчит, потому что я не хотела бы, чтобы эти цветы умирали. Понятное дело, они в любом случае увядают, умирают, но это естественно. И в книге есть такие моменты, которые описывает автор, и из-за которых мне не очень понравилась книга. Эти моменты, конечно, имеют место быть, но это всем известные моменты. Зачем в очередной раз их озвучивать? Может быть, конечно, автор хотел еще раз их озвучить и, так сказать, закрепить этот материал, закрепить это знание. Все может быть. Но мне лично ничего нового не открылось. Я читала эту книгу с упоением. Я думала, открою для себя что-то новое. Не знаю, мне откроется третий глаз какой-то, но этого не случилось. Я просто прочла книгу, я что-то для себя подчеркнула, что-то поняла. И чтобы сказать, книга не по возрасту, мне нет. И ее стоит читать даже маленьким девочкам, я считаю, которые подрастают, где-то начиная, может быть, с 10, с 13 лет. Конечно, здесь присутствуют такие моменты, которые женщины нарабатывают и переживают уже в сознательном таком достаточно возрасте, в самостоятельном, можно выразиться так. Но написано очень понятным языком для всех. И если девочка, девушка любит очень читать, то непременно стоит прочесть эту книгу. Я сомневаюсь, что я буду читать следующий выпуск книги. Мне кажется, этой книги мне хватило. Читали ли вы такую книгу? И расскажите свои впечатления, если читали. Мне очень будет интересно. У меня сейчас уборка. Предстоит очень много всего сделать. Не сказать, что я засралась прям конкретно, но нужно прибраться, что-то где-то убрать. Мне хочется все больше и больше пространства. Поэтому все, что это пространство занимает, я либо выбрасываю, либо как-то организовываю так, чтобы это не давило на меня. Так как приезжает молодого человека мама в гости, она приезжает на две недели, и мы будем просто как обычно гулять и так далее. Я думаю, никому ничего не нужно объяснять. Просто не факт, что видео будут выходить часто. Имейте в виду, а то начнут поголовные отписки. Все равно что-нибудь сейчас в два дня буду снимать, и на протяжении двух недель что-то буду монтировать потихоньку и выкладывать.